Всем привет! Решил в этом видео рассказать вам о Android 7 и Nexus 7 2013 года. Как вы знаете, недавно вышла финальная версия и, к сожалению, Nexus 7 2013 года официально не обновится до последнего Android. Google уже выложили исходники ОСП и народ уже потихонечку собирает прошивки. В этом видео я расскажу о прошивке для Nexus 7 2013 года. Для начала откроем соответствующую тему на форуме XDI. Ссылка на прошивку будет в описании к этому видео. Версия прошивки сейчас уже 0.2. Работает у нас Wi-Fi, воспроизведение видео. К сожалению, не работают пока сенсоры, то есть нельзя повернуть экран. Ориентация у нас не работает. Либо в ручном режиме разворачивать, либо ждать, когда обновят. Здесь, собственно, написано, что работает, что не работает. Версия 0.2, как я вам сказал. Ну, я думаю, в течение какого-то времени все остальное допилит, у нас будет все работать. Но в этом видео я хочу рассказать про некоторые вещи Android 7, поделиться своими впечатлениями. Было как-то видео на канале, там я показывал через эмулятор, а здесь уже имеем Android на конкретном девайсе. Как это все работает и выглядит. Начнем с лаунчера. Этот лаунчер у нас не тот, который шел с прошивкой Android 7. Это утечка, как я понимаю, будущих Nexus'ов. Там будет именно такой лаунчер. Когда анонсируют новый Nexus'ы, неизвестно, но мне кажется, уже скоро. Возможно, даже осенью, в сентябре. Итак, что себя представляет данный лаунчер? Во-первых, как всегда, в описании будет ссылка. Если у вас есть root, то ставьте архив, иначе у вас не будет работать левое окно. По внешности здесь, в принципе, я думаю, все понятно. Сверху у нас часы, время. Здесь у нас поиск. Так он разворачивается. Снизу, как можете видеть, нет у нас кнопки вызова списка установленных приложений. Вызывается он таким вот жестом, как в самых первых андроидах. Помните, там был такой вот рулочок, мы его тянули и вызывали такое вот меню. Вот так это дело у нас работает. Что касается обоев, здесь есть некоторые изменения. Опять же, все разбито по категориям. Заходим в городской пейзаж. Загружаются у нас различные обои. Мы можем обновить. Причем сделать таким образом, чтобы обои автоматически менялись. Папки у нас все так же открываются. У нас изменился пункт настроек. Как всегда, слева у нас стандартный вид. Сверху, видите, у нас появляются подсказки. Можно их убирать, чтобы они вам не мешали. Здесь у нас различные пункты. Причем довольно-таки удобно все сделано. Например, если пункт звук, то здесь показан уровень громкости. Приложения, сколько установлено приложений. Хранилище, батарея, память. Опять же, все расписано. Сколько занято, сколько свободно. То есть, реально стало удобно. Что касается пасхалки. Давайте посмотрим. Здесь у нас буковка N. И снизу у нас появляется котик. Не знаю, в официальной прошивке такое есть или нет. И повторюсь, это сборка АОСП. О шторке уведомлений. Во-первых, реально понравились уведомления, как они стали выглядеть. Хотя вот на эмуляторе они смотрелись не очень хорошо, не очень удобно. Но теперь, когда приходит, допустим, несколько Gmail сообщений, все это аккуратненько группируется. При этом минимум занимая место. А если вам надо, вы можете развернуть, посмотреть расширенный список. Ответить, архивировать. То есть, уведомления стали более интерактивными. Здесь у нас прикольная анимация. То есть, даже видите, стрелочка. Все движется, все меняется. Тут же можем посмотреть график разряда. Перейти в настройки батареи. Изменений визуальных, наверное, не так много. Очень много внутри. Как всегда, это бывает поддержка Vulkan API. Потом у нас доработали режим DOS, который у нас сохраняет энергию, когда мы не пользуемся устройством. Теперь эта штука работает даже в том случае, если смартфон или планшет не просто лежит на столе, а вы его положили в сумку, идете с ним, либо в карман. То есть, экран у него выключен, но при этом считывает какие-то показания движения. Если говорить конкретно про Nexus 7 2013 года, ну, вот в текущей версии Alpha 0.2 работает все неплохо. Звук есть, повторюсь, Wi-Fi у нас работает. Видео YouTube, давайте откроем, воспроизводит. По GPS, это я тестировал в помещении. Ну, вот видите, здесь у нас 180p 60fps, то есть, все работает вроде бы. Давайте откроем Twitter. Ну, Twitter притормаживает. Вот, как можете видеть. Если медленно листать, то все более-менее. Давайте посмотрим Google+, обновим ленту, и вам покажу еще работу с несколькими приложениями, то есть, многооконность. Опять же, видите, рывки небольшие есть. Давайте посмотрим на многооконность. Нажимаем на квадратик, и здесь, допустим, Twitter. Все это дело у нас прекрасно работает. Можем менять размер окна. Зажимаем и закрываем. Можем переключаться между последними запущенными приложениями. Два раза. Нажимаем на квадрат. На самом деле, очень удобная штука. Что касается списка запущенных приложений, немножко поменяли вид карточек. Добавили кнопку «Очистить все», но, к сожалению, не в очень удобном месте. В самом верху приходится тянуться. Также можем создать многоконный режим, если мы зажмем карточку и перетащим, допустим, вверх. Вот такие изменения, если кратко. Конечно, это не кардинально что-то изменилось, но они дорабатывают существующий интерфейс, и то, что они делают, мне, по крайней мере, нравится. Как я сказал, в описании к этому видео будет ссылка на данную прошивку для Nexus 7 2013 года. И также добавлю ссылку на архив с этим утекшим лаунчером. Следующим у нас по плану будет обзор DOOGY T5. Расскажу про плюсы и минусы, пока я его тестирую. Также, наверное, приедет скоро и Redmi 3S. Хотя, по слухам, уже в сентябре должны анонсировать Redmi 4, но посмотрим. Также приедет планшет на ремикс OS 2.0 и постараюсь еще взять Honor 8, продажи которого начались у нас совсем недавно. Еще, я думаю, взять, пока не знаю, либо Meizu Pro 6, либо Meizu MX-6. В комментариях напишите, на что лучше сделать обзор, либо, собственно, Pro 6, либо Meizu MX-6, либо на оба. Пожалуй, все, что хотел рассказал. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok